Ну вот, мы имеем ситуацию, которую мы уже описали. Это ситуация развлечения в действии чистого, простого действия, сознания того, что чистое, простое действие первее, конкретно. И обнаружение причины простого действия. Пока простое действие не выделено, еще раз, мы не можем осознать себя причиной. Пока простое действие не выделено, мы можем осознать себя причиной, потому что в действии простое действие, прежде определенного. Поэтому мы сначала в действии выделяем простое действие, затем сознаем причину себя как причину простого действия. Получается, следующая ситуация. Мы являемся причиной причины. Мы причиняем простое действие, которое в реальном действии причиняет сложное. Мы являемся, осознаем себя причиной простого действия, которое в реальном движении руки определяет сложное действие, то есть определенное чувство на конкретное действие. Получается ситуация, что мы являемся причиной причинения. И только поэтому являемся причиной действия. Нам бы хотелось быть причиной своего действия. Побаляю я рукой, раз, и двинуем. Ну, камай, я чего не двинусь. Но в этом простом движении я являюсь причиной определенного действия через посредство простого, чистого, абстрактного действия. Я определяю простое действие, простое действие в действии определяет конкретное действие. Поэтому я являюсь причинением причинения. Отсюда возникает то есть вся схема движения руки, простого движения руки, это причинение причинения. Я просто двинул рукой. его схема – это причинение причинения. Я не могу быть причиной движения рукой, потому что в этом движении рукой есть чистое действие и конкретное действие. Конкретное действие я не определяю. Я его определяю только через чистое действие, потому что чистое действие – это тождественное себе поведение, которое как тождественное себе определяет определенное действие. что от этого следует? Если я являюсь причиной причинения, причиняю причинение в действии. Действие – девочка бросает мячик, она является причиной причинения, по-видимому. Я осознаю себя причиной причинения. А как можно быть причиной причинения, если ты не ушел от причинения? То есть можно поражать механически. Я являюсь причиной простого движения, чистого движения. Чистое движение является причиной конкретного движения. Получается, ерунда. Я же являюсь причиной золого движения. То есть если я не пойму себя причиной причинения, то ничего не получится. А я являюсь причиной причинения. Странно, я сейчас подумал, что, может быть, это означает некоторую противоположность вот этой поглощенности движения, которая вполне себе обнаруживается и вполне достоверна в качестве экзистенциальной такой захваченности. Потому что получается, что я вот таким словом, я осознаю такое свое сложное отношение к движению, и в этом сознавании, по-моему, уже нет места захваченности. То есть оно там должно уйти. Кто должно уйти? Захваченность движения. Наслаждение просто движения. То есть простым чистым движением? Ну да. И в том числе и. А что должно уйти? Ну вот эта захваченность. У нас была понятная экзистенциальная ситуация, когда можно быть захваченным движением. Это вскрывалось тем способом, что мы захвачены не конкретным движением, а чистым движением. Но если мы сознаем всю вот эту сложную систему, что я причиняю не просто движение, а причинение движения, то вот просто сознавание этой сложной конструкции, на мой взгляд, просто убивает захваченность чистым движением. Вы знаете, не убивает, мне кажется. Потому что я как определение движения, ну, чуть раньше, тем мы это уже проходили. Чтобы быть причиной причинения, нужно сохранять в себе причины. Чтобы быть причиной причинения, нужно сохранять в себе причины. То есть получается, что я как причина простого движения удерживаю себя в качестве причины. Иначе я буду просто движением, причиной простого движения. Чистого движения. Должно держать себя. То есть есть понятие «чистое я»? Да, по факту есть. Мы говорили, что форма не может быть чистой. Что форма – это всегда действие, которое уже перешло. А никак не может оно как-то захоронить себя в виде чистого действия. То есть чистое действие, если его понимать, не в смысле чистоты понятия общества, а в смысле отличия конкретного. Только тогда это можно говорить про чистое действие. Но никакого чистого «я» как бы нет. И значит, отделенного «я» от самого действия быть не может. Да, мы понимаем «я» как причину чистого движения. Только так. Как причина. Сознание вообще причина. В данном случае причина тела. В данном случае причина того аспекта тела, которое является простым, чистым движением. Но оно должно удерживать себя как причину, чтобы быть причинением причинения. Иначе он будет просто причинением чистого движения. Как удерживать себя как причину – это разве не значит быть чистым «я»? А делить себя от самого причинения и быть чистым? Ну, смотрите, может быть да, может быть нет. Мне кажется, после того, как мы в движении выделили чистое «я», чистое движение, где «я» равно «я», то мы можем понять, что «я» являюсь причиной движения «я», движения рукой. Но только через посредство того, что я причиняю чистые движения. Это то, что я хочу сказать. Не иначе. Но поскольку я в этом причинении являюсь причинением причинения, то я должен сохранять себя в качестве причины, удерживать себя в качестве причины движения, которое в свою очередь является причиной конкретного движения. То есть я являюсь причиной, повторяюсь, являюсь причиной причинения. Не получается ли это как у Канта? Вот у Канта же понятие опосредует наше знание о мире, да? Там как бы есть индивидентное «я», оно использует понятие для того, чтобы… Ну и форму, лучше говорить, форму, чувства или точнее понятие там, да? Нет, Булат, потому что… Извините, перебью… Это не так, потому что у Канта «я» – это субъект, которому принадлежат те или иные предикаты, по-моему. А здесь всё движение. «Я» – причина причинения – это всё, что я могу сказать. Какое же это понятие? Понятие отношения мысли с собой, которая покоится, я равно «я» и ничего не происходит. А здесь всё просто причина причинения. Ну, я не сказал, что это очень просто, но я причина причинения. И тем, как бы, участвую в качестве субъекта в реальной жизни. Знаете, когда я выделил движение, чистое движение, я, в самом деле, был захвачен этим фактом происходящего. Я попытался назвать это «изистенцией». Потому что я в этом движении, в этом аспекте движения соотношусь с собой. Я равно «я», я двигаюсь. Чтобы было «я» равно «я», должно быть движение рукой. Я двигаюсь, я равно «я». А когда я становлюсь причиной происходящего, то только через аспект чистого движения. То есть являюсь причинением причинения. Здесь опять нет понятия, нет покоя. И причинение причинения – это такое же действие, как просто причинение. Просто я понимаю, что я причиняю движение через тот аспект, который выражается чистым движением. Просто через этот аспект. Но если это так, если я причиняю причинение, то я должен удерживать себя в качестве причины причинения. Иначе получится, что я просто причиняю простое движение, простое движение причиняет сложное движение, и ничего не получится. Это ситуация для себя есть. Знаете, пока вот нет. Я скажу почему. Но сначала я это скажу. Я должен удерживать себя, как причину причинения. Себя, как причину причинения через простую форму. Потом удерживать простую форму, как причину сложной формы. Получается то, что я уже однажды рисовал. Я удерживаюсь, как причину простой формы, которой я есть я. Которая я соотношусь с собой. А эта простая форма, где я соотношусь с собой, удерживается в качестве причины сложной формы. Поэтому сложная форма мне уже не чужда. Мы уже говорим, что я двигаю рукой. Раньше она была чужда. Моя рука не была мной, она была чем-то чуждаю мне. Потому что конкретно я мысль, в конце концов. Но когда я удержал себя, и удержал… А удерживать себе и я равно я – это одно и то же? Нет. Ну это странно. Потому что я равно я, смысл этого состоит, что я удерживает себя. Как иначе-то оно равно себе? Дело же, мы же говорим не про понятие, это понятие. Я равно я, просто я есть понятие. Не в понятийном смысле. Ну я равно я – это отношение с собой в телесном движении. Но это аспект телесного движения. А я являюсь причиной всего телесного движения. Через этот аспект. Только через этот аспект. Потому что этот аспект – я равно я. Отношение с собой в теле, в котором есть форма. Я равно я является причиной конкретного я. Поэтому я не могу просто стать причиной движения. Могу стать причиной движения через посредство того, что является причиной чистого движения. То есть являюсь причиной причиной. Но все равно причиной. Я не сижу на задницу. И говорю, что я совершаю сам себя в чистом виде. Так, а удерживаю себя как причину – это что означает? Ну понятно, как можно быть причиной, да? А как удерживать себя как причиной? Это быть причиной причиной. Извините, я хлопнул опять. Быть причиной причиной. Вы не сможете быть причиной причиной, если вы не удержите себя как причиной той причины, которая определяет что-то другое через вас. Вы не удержите себя. То есть единственный способ понять себя причиной движения – это удержать себя в качестве причины. Что это значит? Это значит просто удерживать себя в качестве причины. Удерживать себя в качестве причины и удерживать простую, как причину сложную. Это все на вас лежит. Нет, просто тут есть некое раздвоение. Потому что удерживать себя – это все-таки рефлексия. Быть причиной – это действие. А удерживать себя причиной – это рефлексия над этим действием. Как бы отделяя саму причину от следствия. Тут какая-то двойная позиция с одной стороны непосредственная как причинение, а с другой стороны как бы рефлексивное отделение. Да, двойная. Я собираюсь развивать эту тему. Это двойная позиция. Она не совсем ясная. Знаете, что тут не ясно? Я, будучи основанием и причиной, являюсь частью происходящего. Здесь заключено противоречие. Будучи основанием и причиной всего происходящего, я в являюсь частью происходящего. Это совершенно справедливо. А, я только сейчас собираю. И именно потому что я часть происходящего не уходит в захваченность чистом движении. Да. То есть я причина и не причина. Я как бы являюсь, но не сознаю себя причиной. Потому что, будучи причиной, это… Вот это действительно экзистенция, на мой взгляд. Вот мы подошли к этой ситуации. Это девочка, бросающая мяч. Потому что, когда я в качестве причины являюсь частью происходящего, это вот, мягко говоря, непосредственность. И другой непосредственности нет. Мы вывели, как бы, вот, ситуацию жеста. Ситуацию непосредственности. Жест, как сознание жизни. Существование. Я, безусловно, причина причинения. Причина причинения, когда я удерживаюсь, как причина. Простого движения. Простое движение удерживается, как причина сложного. И таким образом все это вместе составляет некоторую вот картину. Вот это и есть существование. Ощущение, там, чувство, сознание существования. Я есть. При этом я, будучи причиной всего происходящего, и тем, что я удерживаю себя, и тем, что я удерживаю чистую форму, удерживаю причинение причинению. Я являюсь счастью причинения причинению. Что, безусловно, как было совершенно справедливо, я почувствовал, является чем-то незавершенным. Незавершенным потому, что я являюсь причиной и не являюсь причиной. Как часть, я не причина, а, согласно ли, я причина. Не кто кроме меня, а поскольку я часть происходящего, часть экзистенции, я не причинаю. А двойственность я у нас же была какая-то. Чего? Двойственность я. У нас было одно я, которое является причиной, а другое я, я так понимаю, которое было равно себе, я равно я. Они же были разные вроде? Они сейчас стали разные. И то не очень. Потому что пока я просто различил движение, ситуацию я равно я, то есть движение я соотношусь с собой, как с мыслью. Я не равно я. Когда я понял, что я равно я прежде, я теперь могу понять себя как причину. Как причина всего движения через причинение я равно я. Так а два я, это к чему относилось к разговору-то? У нас было несколько семинар назад, когда два я, которые не сводили другого. Так они… Как вот в нашей теперешней конструкции это увидеть? Ну одно я понятно как причина, да, кто начальный источник. А второй? Нет, сначала я равно я. Сначала движение мы выделяем чистую форму, чистое действие, в которую мы соотношимся. То есть мы идем от конкретного? Да, это обратное движение. Иначе нам себя причиной не понять. Потому что в самом движении есть причина и следствие. Чистое действие первее логически, нежели конкретное действие. То есть это своего рода такая деконструкция нашего действия? Разбор вот такой. Ну? На составляющую. Называйте деконструкцию. Я подумал, мы метафизически размышляем, что есть некая причина в виде я, которая как бы выстраивается в почку изначально. Она причина. Она причиной чистого действия я равно я, и через него причина конкретного действия. А мы на самом деле наоборот движемся. Мы движемся от конкретного действия, и разбираем. Сначала разобрав его на две части, мы находим себя причиной одной из этих частей, и через это причиной всего. Ну, так получается, по крайней мере, у меня. То есть когда я уже различаю в действии две стороны, чистая и конкретная, я уже являюсь причиной. Я такое делаю, кто же не кроме меня это будет делать. Но пока я не различил чистое действие, я, конечно, себя не осознаю в качестве причины. А когда я различил чистое действие, когда понял, что чистое действие является причиной внутри ситуации, я понимаю, что я через него являюсь причиной всего происходящего. И все это движение рукой. Когда я понял себя причиной, когда я понял, что я должен удержать себя причиной, чтобы удержать чистое действие в качестве причины, чтобы удержать все совместное движение, для этого я не должен быть частью. Потому что если я часть, то ничего не отличается. С одной стороны я основание, а с другой стороны я часть. И мне это не нравится. В этом есть ситуация, в которой мы всегда работали. Я являюсь, но не сознаю, что являюсь. Да, я являюсь, но не сознаю, что являюсь. И тогда я делаю что? Я сначала сознаю себя в качестве причины, в отдельности от того, что я причиняю, потому что когда я часть, я и причина, и не причина. Но опять же в качестве причины. Сознаю себя в качестве причины в отдельности от того, что причиняю. Потому что когда я часть, я и причина, и не причина. Я осознаю себя в отдельности от того, что причиняю. А затем причиняю. Уже в силу того, что я существую отдельно от причинения. А не является ли этой конструкцией своего рода као-зу-суя опять, нет? Причина сама себя. Только воспроизведенная уже в другом, в другой конструкции. Ну, Булат, као-зу-суя произведена в другой конструкции. Ну, то есть причина самого себя. Я тоже говорю об экзистенции, произведенной в другой конструкции. Мне самому себя стыдно. Экзистенции называют люди совсем другие вещи. Я что-то построил, назвал это существованиями. Ну, кстати, это имеет больше точек соприкосновения, чем прежние движения. Прежние движения как-то было такое вообще, как в космосе. А здесь, по-моему, довольно близко. Не совпадает, наверное? Надо поскрести, но близко. К чему близко? Ну, скажем, к понятию экзистенции Хаббегина. Я думаю, вполне близко. Вы имеете в виду, когда я являюсь причиной и частью одновременно? Нет, когда я наслаждаюсь своим бытием. Увидеть, как бы чистого. Да, и в этом тоже. Просто тут как бы трудность в том, что Хаббегин категорически избегал подобной терминологии, но вот если, повторюсь, я был в прошлый раз или в какой-то, мне кажется, вот его концепция экзистенции как заботы, она вполне симметрична вашему построению. Ну, вот когда я являюсь причиной и одновременно частью, тут нет как раз такой заботы. Здесь сплошная девочка с мечом. Где тут появляется воля? Игорь вот часто на последних семинарах говорил о воле. Воля, конечно, не тогда, когда мы просто выделяем в простом движении чистое движение. Но вот когда мы сознаем в себя причиной, но здесь в любом случае, если это назвать волей, то воля совпадает сначала. То есть воля не валит. Воля начинает. Просто причина. То есть я не улавливаю ситуацию валения, хотения. Хотя начало, да, начало. Субъект начинает. Удерживаю себя как субъект. Удерживаю себя как начало. Но он не более чем начал. В общем, здесь не знаю, насколько можно применять понятие воли. Хотя интересно, конечно. Оттого, что я удерживаю себя в качестве причины, и удерживаю простую форму в качестве причины сложной, как-то возникает ситуация, ну, все, а не в оленях. Я не вижу здесь хваления. Просто начало, причина. И так, я осознаю себя, когда я понимаю, что будучи частью происходящего, я просто существую. И, собственно, радость существования заключается в том, что я, будучи началом, являюсь частью. Будучи причиной, я являюсь частью. В этом и есть, собственно говоря, какая тут забота. Нет, просто существование. Но когда я вычленяю себя в качестве причины от происходящего, являюсь... Сознаю себя, сначала сознаю себя как причину, а зачем причиняю? Ситуация как-то меняется. Я сознаю себя как причину, и это даже, наверное, можно назвать волей. Я сначала сознаю себя в качестве причины, чтобы не быть частью происходящего. А зачем причиняю? Это можно назвать, наверное, волей. Наконец. Тут, на самом деле, есть, мне кажется, такая проблема, которая изначально присутствует. Я не очень понятно, как я отделено от тела. То есть, каким образом мыслящая форма отделена от тела. Не совсем ясны эти границы. То есть, потому и невозможно я как бы вычленить. Потому что вообще непонятно не очень, где там проходят эти границы, где кончается я, начинается тело, и как это вообще можно сделать. Потому что, как Вы когда-то говорили, в этом есть какая-то цельность в движении. Не так, чтобы какое-то механическое одно толкает другое, правильно? А ведь как-то тут вот синтетически все сложно. И я одновременно и причины, и участник. То есть, часть до этого движения. То есть, вот это и указывает на то, что границ-то нет. Условно мы пытаемся выставить, там, идти терью. Не совсем понятно. Ну вот, получается, что в два шага это происходит. Когда я в движении вычленяю чистое движение, я являюсь причиной, конечно, этого вычленения, но не сознаю в себя причиной. Я просто вычленяю. Затем я сознаю себя причиной, но как причиной причинения. Поэтому я как бы опосредован, но я все равно причиной. Все равно от тела я не от того. И, наконец, когда я сознаю себя причиной до осуществления, и далее причиняю уже как причина, которая… Ну, это же как причина была, ведь я не знаю себя. Я сознаю себя как причиной. Только не причиной, которая является одновременно частью, а просто причиной. Ну, вот я, например, является причиной. И в то же время является частью того, на что эта причина воздействует. Так? Ну, не как предикат. Придикат – не причина. Мы говорим, моя рука, мое движение, захотел – двинул. Это все субъектно-предикатное рассмотрение. То есть я равно я остается как бы вот субстанцией. А акциденции всякие – это вот руки на ноги. Это совсем вроде как бы другая история. История известная, да. Я – субъект, разумеется. Я валю. Ну, что я валю? Как раз просто под волей ведь понимает не полностью «я», а некое как бы вот… Такой аспект «я», который, собственно, и начинает, как говорится. То есть является причинением. Вот этот аспект «я» и называет волей. То есть как полагание первой причины. Это же не все «я»… Не все же «я» с волей с волей. У нас же тоже как-то… Я вот не очень понимаю. Как-то я не распался, как-то высветился в разных аспектах. Оно и причина, как бы, оно и участник самого процесса, да, где-то чисто действие. Может быть, можно сказать, что то «я», которое начинает, просто назвать его волей, чтобы различать? Ну, теперь можно, я думаю, когда «я» осознает себя как причину отличную, которая не является частью. того, чего она является причиной, то, наверное, это, наконец, можно назвать волей. Игорь ждет давно уже, семинары четыре. Когда мы наберемся до воли, наверное, это может назвать волей, если Игорь разрешит. Я просто не вижу разницы между причиной и волей, но причина как часть – точно не воля. Но мы посмотрим. Мы посмотрим. Нам пока важно понять, что происходит, когда мы сознаем себя как причину движения, отличную от самого движения. И уже постольку являющейся причиной движения. Мы посмотрим. Это мы посмотрим. Причина движения отличную от движения. Мы посмотрим. И в качестве такой причины движения являющейся причиной движения. Это надо посмотреть. Нет, просто в классической философии, когда речь идет о поведении, всегда же главным выступает именно аспект воли, то есть воления. А у нас, как бы, поведением мы никогда волей не можем найти. И не найдем, можно быть. Эффект с ней с этой волей. Кому она сдалась? Есть же какая-то разница между сознательным действием и бессонеттом? Да, бессознательное действие – это безвольно. Сознательное – оно имеет претензию на то, что оно намеренно имеет какую-то волю. Я хочу утверждать, что когда мы начинаем, мы сознаем себя как причину, которая отлична от того, что причиняет, мы понимаем свое поведение как текст. Я говорил, что наше реальное поведение – это субъектно-критикатное поведение. Я двинул рукой. Субъект «я» равно «я», движение рукой – это движение рукой. Я хочу утверждать сейчас, что когда мы сознаем себя в качестве причины, отличной от того, что причиняем, мы сознаем себя как текст, как субъект предиката. Так все-таки осознаем себя как текст или как автора текста. Получается как автора. И как текст. Есть отличия все-таки. Еще какое? Еще какое? Когда я осознаю себя субъектом предиката, я осознаю себя одновременно как автором. И весь интерес, вся загадка ситуации в том, чтобы понять – я одновременно автор, насколько я отличен от того, что произвожу. А то, что я произвожу, включает в меня самого. Я одвинул рукой. То, что я произвожу, включает в меня самого. То есть я автор текста, субъектом которого, или суждение, субъектом которого является. Я тут и там. Еще раз. Когда я осознаю себя причиной, отличной от того, что произвожу, я оказываюсь в ситуации авторства текста, где я, прямо как в английской трагедии, являюсь персонажем, может быть, если иначе, там, книга «Судьбы» и все такое прочее. Но, как бы, при обнаружении судьбы, я вижу текст, где сам я являюсь персонажем. Я только в этом вижу сходство. Когда я осознаю себя причиной, отличной от того, что я причиняю, тем самым я осознаю себя в качестве субъекта суждения, имеющего предикат. Я сам о себе сознаю. Я шевелил рукой. Я двинул рукой. Текст все-таки подразумевает отсыл к другим контекстам. Девочка, кидающая мячик в стенку, не обладает таким контекстом. Она ей не нужна. Просто кидает, и все. Да, девочке не нужно, потому что она находится на первой стадии, когда она, в качестве субъекта, является частью происходящего. Да, но даже если она себя поймет как происходящую причину причинения, то, тем не менее, у нее конкретность жеста не превратится в конкретный знак. Не превратится. Потому что она осознает себя причиной причинения. Вот эта ситуация причина причинения, это ситуация непосредственного бытия. Потому что когда я причина причинения, я часть будущей причины, я часть происходящего. и это, собственно говоря, захватывает. Я причина, но я часть происходящего. Я не совсем причина. А вот когда я себя как причину отличаю от происходящего, то происходящее происходит для меня в текст. И это уже взрослое состояние. То есть наше с вами нормальное состояние. когда все происходящее из тех, частью которого я являюсь, для меня. И с этим приходится жить. И здесь, Булат, нет никакой воли. Потому что я тут... Эта ситуация, она как бы так описывается, что я и равен, и не равен себе. Я равен себе, потому что и то, и другое и я. Но я не равен себе, потому что одно дело я как автор. А другое дело тот текст, в котором я присутствую. То же самое я. Чуждость конкретности жеста, чуждость конкретности жеста не превращает эту чуждость в чуждость значения. Мы же никуда не выходим за пределы жеста. За пределы телесного движения. Никуда не выходим. Поэтому не получается значения. Ну... Не торопитесь. Значение действительно не получается. Получается пока авторство и... Ты как предмет. Самого себя. В этом есть некое... Текст без значения. Потому что в движении мы... Я говорю только одно, что я совершаю движение. Но я одновременно автор того, что говорю. Субъект. Именно я говорю. И тот, который двигает рукой, это тоже я. Конечно. И я, который говорит. И я, которым говорят. Не знаю, как сказать. Я, который говорит. Говорит. Что я двигаю рукой. Именно я двигаю рукой. На себе говорит. Есть два я. Самые два я. Которые... Теперь уже окончательно разделены. Один автор, другой текст. Один автор, другой персонаж. Один автор, другой персонаж. Один автор, другой субъект высказываем. Один автор. Но эти античный Гиллой, он же совсем не автор. Ну, это так. Он пытается быть автором, но ничего не выходит. Это так. Я очень ограниченно сравниваю с греческой трагедией. Просто какая-то маленькая ограниченная связь есть. Есть. Ну, это какой-то непосредственный текст. Потому что в нашем движении ведь нет ни цели, ни намерения. То есть и в жестах наших нет никакого смысла. То есть это просто как бы тот непосредственный текст, который как бы ткётся и значение которого неизвестно. Да. Совершенно справедливо. Значение неизвестно. Но мы рассматриваем как бы просто отношение автора и текста. Если у текста есть смысл, если Гоголь писал нравы малороссийской действительности, если Лермонтов писал нравы высшего петербургского общества, то да. Да. Даже не только текст. У каждого жеста нет смысла. Ладно, текст там. У каждого жеста нет смысла. То есть телодвижение проживается просто как нечто непосредственное. Потому что смысл значит действительно для кого-то. В нём должен быть смысл, наверное. То есть намерение, цель, которого у нас нет. У нас же чистое движение, без намерения и цели. Оказывается, есть цель в авторстве. Цель в авторстве. Просто до сих пор у нас как бы вы говорили о том, что телодвижение наше не знает никакой ни цели, ни намерения. Да, оно не знает и по-прежнему ни цели, ни намерения. Потому что цель авторства – это, конечно, никакое не намерение. Это просто способ бытия, способ соотношения с собой. Вот я автор, вот я персонаж. Не, но если мы владеем своим телом, мы авторы… Когда я говорю о тебе, что я только двигаю рукой, то я, конечно же, не двигаю рукой, чтобы выключить свет или достать плод, или залезть под юбку. Я просто двигаю рукой. Но я уже, как бы, мой интерес в том, чтобы в этом движении рукой соотноситься с собой как автор с персоналом. А персонаж как-то тело? Нет. Персонаж – я равно я. Субъект высказываем. Отношение с телом как с собой. А предикатом является отношение тела как с иным. То есть я и автор, и персонаж? То есть я автор, и персонаж, я сам действую, и сам себя как бы оцениваю, да? Ну да. Какого этого? В черном? Я и тот, кто действует, и тот, кто оценивает, это действует? Ну, вроде как так, да, я страшусь. Да, конечно, ужас какой. Почему так уж ужас? Ну что за… Пошлите на прошу прощения. Ну что-то в этом, конечно, уже есть девятнадцатый век забытый. Да, это правда. Но я, как бы, чисто логически пытаюсь вывести ситуацию. Причем мне реально это смешает, потому что я хочу книгу свести. И, по-моему, я этого не избежал. Может, в своей беде, но я этого не избежал. Потому что есть я, как автор, есть я, как персонаж, и мое дело… Ну вот это же, все, что со мной не происходит, все казалось, что я читал в какой-то книге там. Это уже ужасно просто. Ранее в какой-то книге я читал. Нет. 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 Я действую, я одновременно слежу за тем, как я действую. Это не Печорин, это Грушницкий. А Печорин является автором, совершая его им действия, частью которого он является. Но я действительно не хотел бы, вы абсолютно правы, не хотел бы целиком сводить так к литературе, хотя мне это дорого. Я двадцать лет, но я это уже читаю, двадцать пять. У меня уже, там, как пластинка. Я не могу себя отличить от своих речей. Ну вот так. Когда я сознаю себя причиной того, от чего отличаюсь, я воспринимаю себя как субъектно-предикатное отношение. Где я субъект, и у меня есть подикат. Я двигаю рукой. То есть я и здесь, и там. Твоя. Уже совсем различных, явных я. Я и я. Я, который говорит, что двигает рукой, и я, который двигает рукой. Я, который сознает, авторствует, что движет рукой, и я, который движет рукой. Но их два, и они не равны себе. И находятся в каком-то отношении между собой. Достоверность – это самоотождественность, актуальность. И когда я равно я в движении тела, то это жизнь. А когда я и равно, и не равно я, потому что в качестве субъекта, то есть в качестве я равно я. Я – это одно, как текст. Как субъект, имеющий предикат, как субъект предиката. И есть я, который выстраивает отношение субъекта и предиката. То есть и равно, и не равно. То есть нет ощущения достоверности. Или оно есть, но оно вот такое. И достоверность авторства, конечно. Но достоверность авторства – это как бы действительно смешно. Достоверность авторства. В общем, я не равен себе, я не актуален. Соотночась собой как с субъектом предиката, я не актуален. И актуален, и не актуален. Тут не знаю, как рассказать. И так можно сказать и эдак. Можно сказать. Я равен себе, и я не равен себе. Потому что в этом отношении с собой, так сказать, мысленно-телесная ситуация, которая является субъектом. Поскольку я тут есть, то я соотношусь с собой. Но поскольку я не то же самое, что мысль, которая теперь уже мысль себя отдельно от того, что причиняет, то я не есть я. Я есть я, и я не есть я. Это вот ситуация, которая на самом деле, Игорь, несколько напоминает Печер. Который, с одной стороны, авторствует, увлекается авторством, делает, что хочет, строит. А с другой стороны, глубоко себе чужд. Говоря, литература и языком глубоко несчастлива. А если мы попытаемся отказаться от авторства, а поскольку здесь нет достоверности, то мы как бы находимся в ситуации, когда можем валить или не валить. Достоверности-то нет. Когда мы являемся причиной, которая является частью происходящего, мы не можем валить или не валить. Мы валим. Волей-то мы валим. Мы не отличаемся от существования. Валение и начало одно и то же. Мы валим, что-то бери, потому что валение и начало одно и то же. И это видится понятно. Мы валим. Но когда мы недостоверны для себя, полудостоверны для себя, можем не валить. Но это уже, по-моему, не логика, а хрен знает что. Что будет, если мы не будем валить, я не могу рассказать. Ну… Не, напомню, сознательные движения. Есть какие-то другие движения? Ну, они есть, но их надо объяснять. Мы собрались для того, чтобы перечислять движения, которые есть. Я пытаюсь вывести. Я говорю только то следующее, что есть… Когда я осознаю себя причиной отличной от того, что она причиняет, то я воспринимаю себя как текст. В этом тексте я и достоверен, и не достоверен для себя, говорю я. Поскольку это так, и дальше я говорю уже с меньшей уверенностью. Что есть… Если это не так, то я оказываюсь тождественным текстом. Не оказываюсь тождественным текстом. Без авторства. Не оказываюсь тождественным текстом. Обычно есть проблема какого-то внешнего текста и вписывания автора в этот текст. Тоже текст уже написан, и автор только на краях этого текста какие-то свои там делает пометки. А тут получается, что я как бы вообще разворачиваю, но это какой-то новый текст. Тут вообще-то везде мне немного настораживает, что нигде нет сопротивления. Обычно воля для чего нужна? Чтобы преодолевать препятствия. Тут препятствий как бы нет, поэтому понятие воли тоже как-то такое разнутое. Кроме как начало, его как действительно никак больше не назовешь. Да видите, вопечерено одно сопротивление, что он устал быть автором. Он больше никаких сопротивлений не знает. Он господствует над миром, но только надоело господствовать. Человек в качестве субъекта себе недостоверен. Человек в качестве субъекта себе недостоверен. Мне кажется, он не то чтобы недостоверен, но он безосновен. Потому что раз это зависит от того, либо волишь, либо нет, то основания для самого акта воления, для начала движения отсутствуют. Так это и есть понятие свободы. Если бы было основание, оно бы не было свободное действие. Действие только тогда свободы, когда не имеет никакого основания. Кроме какого начала, ты начинаешь, нет никакого основания, и оно свободное. Если есть основание, все, ты не свободен. У Канта есть автономная воля и гетерономная. Вот несвободное действие, которое имеет основание, это гетерономная воля. Автономная воля – это просто начинающая воля, все. Так что здесь как раз все нормально. То есть человек устал быть свободным. Хочет, чтобы его как бы описали, я не знаю, сделали ли персонажем. Так что? Получается так, что человек свободен только в вполне определенной ситуации. Свободен как автор тех, кто частью которого, персонажем которого он является. И он, конечно, здесь себе не достоверен. Он себе не достоверен. Ну, как бы так. Но это же позиция абсолютная, правильно? Он себе не равен, он не актуален, он не соотносится с собой. Потому что одно дело быть автором, другое дело быть средством этого авторства. Это то же самое и я. Модель того, как Бог мир творит. Она же такова же. Бог творит мир, как бы им управляет. И точно так же с ним не дождественен. И гнемся. Это недостоверие сам для себя. Через него. То же все то же самое. Модель вся та же самая. Мы как бы являемся, как своего рода там, творцами своего мира, которого как бы, с которым не отождествляемся. Хотя являемся его авторами. У меня вот еще тут пришла в голову мысль, что на самом деле два я, о которых мы говорим, одно я как бы внутреннее. Какое-то внутреннее переживаемое нами я. Все равно причина. Причина. А второе, оно какое-то внешнее. Мы к нему приходим как раз, когда оценим конкретное телесное действие. Снимаем его там до этого, до чистого действия. И доходим как бы до вот этого вот я равно я там, да. То есть, есть какое-то движение как бы изнутри, и есть движение как бы извне. И они почему-то не встречаются. Отсюда раздвоенность. Когда я мыслю себя причиной того, чего встречаюсь, и здесь ситуация, я определяю себя, и я определяю то, что определю. И это опять я. Вот это вот два я, это самое интересное на самом деле. Определять другое нетрудно. Двигать рукой, если я это я, рука это рука, я двигаю рукой, ничего смешного. А вот то, что я определяю себя, двигающего рукой, то, что я в определении себя, определяю именно себя, то и тут и там я. Я в качестве вот этого вот отношения с собой, где я являюсь либо персонажем, то есть субъектом предиката, я двигаю рукой в жести, понимаете, я двигаю рукой в жести. Я не двигаю рукой как субъект, как автор. Надо заключать автора и субъект. Субъект и высказывания. В самом движении я двигаю рукой, потому что я через движение рукой понимаю себя, и это все в жести. Я являюсь я в жести. Я являюсь я как мысль, которая все это мыслит и высказывает. Я говорю, я двигаю рукой. Это первый я говорю, это тот, который мыслит, а второй я тот, который является частью жеста. Тот, который является частью жеста. Потому что я равно я – это жест. То есть мы соответствуем за собой в движении, предикатом которого является движение рукой, не какое-то другое движение. То есть жест – это включает в себя я именно как жест. Не языком я говорю, я двигаю рукой. Я рукой говорю, я двигаю рукой. Опять и не точно выразился. То есть я являюсь и автором, и движением. То есть буквально персонажем, который действительно движет рукой. Потому что движение рукой есть я равно я и есть движение рукой. Движение рукой есть я равно я и движение рукой. Поэтому я там существую вот вне себя. Я существую вне себя. А почему я не могу взять и сшить два я? И сказать, что то второе я – персонаж – это и есть первое я, которое действует. И стать таким активным и деятелем. Потому что мы уже определили я, в отличие от первого я, которое было и причиной, и частью. Здесь мы сшили. Здесь мы сшили, мы получили существование, восторг бытия. Когда я и причина, и часть. А когда я отличаюсь от того, что причиняю, то все, привет. Мы уже сознаем себя текстом, частью которого являемся. Или жестом, частью которого являемся. То есть во втором случае есть момент отчуждения? Ну вот я думаю об этом. Прям с утра думал об этом. Проснулся, сразу задумался об этом. Почему говорим об утверждении? Потому что здесь нет я равно я. Я это сформулировал так. Я равно я и я не равно я. Поэтому это не совсем отчуждение. Просто я не равно я. Это была бы другая ситуация. Скорее отчуждение надо было бы вытаскивать, что некоторого рода я перестало быть уже для меня мной. Мною, да. Оно как бы я, но уже я его не признаю. Ну и опять же, то не то чтобы не признаю и признаю и не признаю. Признаю, но поскольку она уже перемешана с телом, она часть жеста, как ему себя признать. Открываю книгу, которую я сам пишу. Вот я двинул рукой. Я пишу и я пишу, не книга судя по... Я пишу, я двинул рукой. Я смотрю на то, что написал. Там я. Я честно пишу про себя. Я двинул рукой. Весь субъект я, практикация, рука. Вот и я, который сидит и пишет. Я двинул рукой. Ну, к какому я отношению отношусь к себе? Честное слово, я не... Могу сформулировать только следующее, что я, по крайней мере, сегодняшнее утро. Что я равно, я и не равно. То есть ситуация такая томительная. Которую можно вывести нормальные человеческие чувства. Понимаете? Нормальные человеческие чувства. Не ревность иметь, как у спинозы. Ревность – это то, месть – это то. Я никогда не понимал, что он имеет в виду. Поэтому вот ругаться. Нормальные человеческие чувства, которые не имеют имени. Не ревность, не месть. А просто вот я все равно ревную, мщу, благодарю. Ну, вот, например, машина производит продукты. Машина не сводится к продуктам. Ну, как был продукт, она этим... Как бы говорить, я произвожу продукт. Разве это не аналогично тому, что мы говорим? Ну, что и разница, что она не говорит. Нет, она говорит самим фактом производит производство, что я произвожу продукт. Ну, вот, если бы у машины было сознание, то было бы как раз то самое, да. Машина о себе говорит – я машина, я кручу колёсами. Может быть, здесь общая логика существует в том, что всякое действие, оно в силу своей конкретности не может поглотить всего субъекта. И субъект только через него выражается, но никак в нём не существует. По-другому, кроме как какой-то только доли, части там. Как машина производит продукт, в продукте присутствует как бы вот то, что именно машина его произвела, но машину никак не свести продукт. Так же и мы. Мы производим какие-то действия, но самих действий, которые не могут быть редуцированы. Это такой способ выражения нашего яга. И поэтому не существует абсолютного выражения, когда бы я бы могло полностью выступить во всей своей целостности и одновременной конкретности. То есть такое вот абсолютное выступление, когда я абсолютно был выразился в жесте, да, полностью до конца такого не бывает. А всегда вот такая конечность, половинчатость, такая вот какая-то там раздробленность. Видите, Влад, может и бывает, потому что, ну мы застряли на определённом месте, но вообще-то, если принять эту лирическую несколько посылку, что я равен и не равен себе, я сам определяю причину, которая отлично от того, что причиняет, поэтому я как бы, может быть, и волен действительно отказаться, тем более, что я не равен себе. Был бы равен себе, я был неволен отказаться. Мы получаем тождество человека с текстом. То есть я шевелю рукой не как автор. А что это означает? Это означает, что я равен шевелению рукой. Ну держите меня. Я свидетельствую. Уже не свидетельствую. Не свидетельствую. Автора уже нет. Автора уже нет. Я уже не свидетельствую. Вначале я равен просто движению рукой, а потом я есть движение рукой. Понимаете, красивая девушка красива не тем, что она красива, а тем, что она ведет себя как красавица. В этом поведении себя как красавица она полностью растворяется. Полностью растворяется. Есть субъект, есть я равноя, чистое движение, и есть предикат. Если я отказываюсь от авторства, я отказываюсь в предикате. То есть движение, через которое я понимаю себя. Если я откажусь от авторства, то я откажусь кем? Я откажусь чистым движением, которое является субъектом предиката и сознает себя просто через предикат. Не авторствует уже, автора нет. Я отказался. по причинам мне не очень понятным, лирическим. Но, предположим, я отказался. Доверился судьбе? Доверился, да. Тогда оказывается, что я торжественному тексту… А текст заключается в том, что я раскрываю себя, понимаю себя через предикат. А что является предикатом? Сложное движение. Определенное движение. Я как-то говорил, что я иду по улице, девушка наматывает шарф. Это все, что девушка знает о себе, что она наматывает шарф. Шарф не является признаком, но действие наматывания шарфа является признаком. И, может быть, это так же можно сказать, что для вас говорит, а она просто наматывает шарф. Для нее это не жест, который хочет она указать, а просто наматывает и все, без всякой цели, на медности прочего. Я об этом и говорю, что девушка наматывает шарф и через это существует. Как девушка. Она о себе знает только «я равно я», а о себе она знает только «я равно я». Наматывая шарф, она понимает, что значит «я равно я». Ведь это вообще ничего не значит, если не быть автором. Она наматывает шарф, она с удовольствием. Так еще бы, если она отрождественна наматыванию шарфа, она понимает себя наматывающим шарфом. То есть мы имеем вот этот выбор. Очень предварительно я говорю, мы имеем либо авторство томительное, либо абсолютное совпадение с конкретно чувственным движением. «Я» есть «я», но что это говорит ум или сердце, если не автор? То есть три существования. Девушка, которая кидает мячик – это святое. Эта причина является одновременно частью происходящего. Второе состояние – я автор происходящего. И третье состояние – я существую через определенное чувственное движение. А уж какое оно там историческое? Что там должны девушки делать? Шарфы наматывать, шарфы разматывать. Как себя красавица должна вести? То ли смотреться в зеркало, то ли не смотреться в зеркало. Это уже как бы другая история. Мы не можем это вывести логически. В одном мире смеются, в другом мире плачут. Бог с ними. То есть после отчуждения возникает еще обратное признание всего, что существует. Наоборот, возврат существующий. Так, что ли? То есть сначала существование какое-то непосредственное, потом отчуждение от этого существования, а потом возвратное. только уже на новом уровне, что ли, как-то так, что ли? Ну, вроде так. Просто что-то подобное есть у Гигаря, когда он говорит о том, что такое нравственность. Сначала нравственность противопоставляется в толпе какой-то, как личная нравственность по отношению к другим. А потом как бы обратный ход как раз, что нравственность может быть только как бы действительность народа. То есть как бы только живя как народ, ты можешь быть нравственным. То есть ты обратно возвращаешься. Я просто не знаю этого места. У Гигаря... Ну, термо-то я знаю. Герб-то я знаю. Но на самом деле у меня глубокое неудовлетворение результатом. То есть что-то во всем этом есть, конечно, но... Я всегда считал вот это вот отождествление с конкретным действием, не с признаком, а с конкретным действием, а с результатом отчаяния. Потому что эти люди несчастны. Когда я был молод и хорош собой, я это понимал. Сейчас я уже упрел, как у Достоевского. Все упрели и все упрели. Я начинаю строить такие вот схемы, где все на своих местах. А на самом деле они должны быть несчастны. Эти люди, которые наматывают шахты на шею. Теперь мне кажется, что они счастливы. Да, восстанавливают. Ну, я помню времена. Другие свои времена, когда... Ну, может быть, я и не прав в своем глубоком неудовлетворении. Ну вот, мы все время куда-то двигаемся. Я каждый раз говорю, что закончили. Все, пока. Потом опять совершаем какие-то движения. Даже не маленькие какие-то. Посмотрим, чтобы выйти дальше.